Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Слава Тебе наш Бог и Его! Авва, Отче! Свят-свят-свят Господь Саввау! Вся земля полна славы Его! Аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения! Аллилуйя! Спаси нас Господи и помилуй, милости Твоей ради! Взли на это поколение, Господи, и избери его! Из этого мрака извлеки души, не знающие Тебя! Помилуй нас, Боже, помилуй нас! Тебе, единому вечному Богу, воссылаем хвалу и славу, что продлил нашу жизнь и сохранил! Благослови этих детей, Господи, чтобы они слушались родителей, знающих Тебя! От всякого повреждения разума соблюди для царствия Твоего и всех народов, приятен Тебе соблюдающий закон Твой! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милосердный Создатель прибудет с нами, и в это место мрака пролезть свет! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный! Богу единому вечному приносим благодарение и за этот день! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси, сохрани, и защити наследие Твое! Аллилуйя! Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденной, несотворенной, единосущной Отцу, им же вся бывшая, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии и Девы, и вочеловешеся, распятого же зоны при понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки, грядущего со славой, судите живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой и славимой глаголовшего пророки, воединую, святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи, царь и пророк Давид, играл на музыкальных инструментах, прославляя Тебя, на струнах и органах, и на десятиструнной псалтире, и на гуслях. Слава Тебе! Благослови всего человека, дабы песнопение и музыка прославляли Тебя, Господи! Хвала Тебя, наш Иисус, за таланты, которые Ты даешь человеку. Только правильно бы он их использовал для славы Твоей. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Восьмидесятый псалом. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Якова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в нововесище трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с ромен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедстве ты призвал меня, и я избавил тебя, и среди грома я услышал тебя, при водах мириво испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня. Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открою стат твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Поэтому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их тухом пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Вы хотите что-нибудь узнать о Боге? Вас интересует что-нибудь духовное о спасении души? Нет, значит, желания, да? Вы хотите что-то узнать? Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Аллилуйя! Господу Богу нашему, хвала и слава! Прости нас, Господи, помилуй и благослови! Аллилуйя! Вот сами смотрите, как люди воспринимают Слово Божие. Совершенно народ отчужден. Ни Слово Божие, ни наставления, ни обличения, ничего не принимается. Какой уровень? Кому страна пойдет в руководство? Боже тебе, слава! Тебе хвала, честь и поклонение, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Прости нас, Господи, и помилуй! Хвала тебе, Господи, слава тебе! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш, насущий, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Вот сейчас я остановлюсь, все, стоп, дам. И перейду на другой канал, и что изменится отсюда? Вот, перехожу на другой канал. У меня тут заказчика идет, не сразу. Вот так. Есть что, разница или нет? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Иисус. Будьте внимательны. Смотрите на это. Вот, перехожу на другой канал. Перешел бы быстро, если бы мне не закачивалось в это время. Так, так, так. Да, ага. Вот она и говорит, что сначала я там должен был закрыть. Ммм, вот оно как. Обновить. Это она машина какая. Все. Переходим на другой канал. Посмотрим, как люди относятся к Богу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милости Твоей полна земля. Вот, видишь, как, сразу же наткнулись. Вот, видишь, как, сразу же наткнулись. Ничего не было. Глянул только и уже запретил. Господи, слава Тебе, раздетая нация, готовая к развращению. Господь прикрыл наготу Евы и Адама еще в раю. Сатана здесь раздел. Готовность к разврату. Более ничего в этом нет. Половина всех людей, находящихся здесь, в этом ущелье тьмы и мрака, совершенно ничего не знают о Боге. Да и отрицают. И хвалятся, что они язычники или сатанисты. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Демоны зла вырвались на свободу и помутили разум людей. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына Божий, Иисуса Христа, не увидит в жизни. Но где в Божий пребывает на нем? Копия совершенно одинаково все. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Спаси нас, дивный наш Бог. Не пройди мимо, Господи. И этой душе откройся. От Бога никто не скроется. Перед всей вселенной каждый человек, воскреснув из мертвых, предстанет, каков он есть. А покрывает человека только добрые дела. Это одежда его. Одежда праведника. Благочестивая жизнь. Молитва, пост, милостыня. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, наш Господь, за милости, за любовь Твою. Хвала Тебе. Прости, Владыка, и помилуй. И исцели недуги души моей. Благодарю Тебя, Иисус. Слава Тебе, милосердный Создатель. Господь и Бог наш. Из мрака и тьмы появится и пророк лживый. А Господь дает человеку свет, Евангелие. И открывает ему истину. Нисколько, ничего не меняется. Одинаковое. Все. Господи, прости нас и помилуй. Итак. Считаем. Евангелие от Луки. 16 глава. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управитель, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать. Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, простите, стыжусь. Знаешь, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого по рознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен. Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку, напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего, догадливый сынов света в своем роде. Аллилуйя. Это Евангелие от Луки, шестнадцатая глава. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель. Псалом восемьдесят первый. Бог встал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправильно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего. Исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги. И сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человек, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Добрый день. Вы хотели, может, что-то сказать или спросить? Вы далековато стоите от микрофона, плохо слышно. Я говорю, я вас просто слушал, говорю. Ну, я считаю, Псалтерия и Евангелие. Вот зашли в эту яму, в эту рулетку. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Дивные дела твои, Господи. Прости нас и помилуй. И защити наследие твое, любящий наш Отец Небесный. Слава тебе. Как радостно служить тебе, Господи. Ты милуешь и ласкаешь человека, наделяющего дарами Твоими небесными. Аллилуйя. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, иже везде, Сын, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверны. И спаси благие души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Аллилуйя. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущий подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Хвала Тебя, наш Господь, великие дивные дела Твои, Господи, благодарим Тебя за этот день и свет нового дня, которого никогда еще не было, и мы не знаем, что ожидает в нем. Научи нас с радостью принимать любые известия, с благодарностью Тебе, ибо Ты охраняешь и посылаешь по силам человеку, чтобы он мог перенести скорби и страдания. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Отчего так быстро уходят, мелькают? Встретили не того. А кого встретили? Поможет ли человек человеку, когда наступит суд Божий? И как люди будут искать воспоминания, что в жизни могли обратиться, уверовать во Христа, и принять святое крещение, войти в Церковь Христову Православную? Но ничего этого уже не будет. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милости Твоей полна земля, Господи. И мы с трудом познаем то, что под рукой у нас. Все прекрасно сотворил. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И благослови, Владыка, всех заповедавших нам молиться о них, и делай их устрой по воле Твоей, Святой, и сердца начальствующих к ним расположи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Псалом 82. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, не при молчении безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось больше имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз. Селение Адомово-Измальтяне, Маава-Горяне, Гивалы-Аммон, Иамалик, Пелестемляне, жителями Тира. И Асур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесари, что Иовину у потока Кессона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. «Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зимеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, Которого одного имя, Господь Всевышний, над всей землею». Аллилуйя! Вы хотели что-то спросить, нет? А Вы умеете? Ну, я постараюсь что-то ответить, только чтобы плохие слова не были. Да нет, мы таки не занимаемся. Можете любые вопросы задавать, что Вас интересует. Как вы молитвы читаете? Повторите раз. Зачем Вы тут молитвы читаете? А затем, что вот это место, эта рулетка, это самое страшное место сегодня в интернете. Место блудилища, как Содом и Гаморра. Всякие извращенцы, все. Мужчины половина голые лежат. Прямо открыто творят блуд. Женщины, мужчины, половые органы показывают. Я вот нахожусь уже 50 дней здесь. И мы людям говорим, что они делают смертельно опасное дело. После смерти такие люди в ад пойдут. Я Вас уже видела тут. Я Вам одобряю Вас. Ну, и мы поэтому говорим, что надо жить по заповедям Христовым, как Господь установил. А священник, что ли? Брат у меня священник, а я щтец. А Вы откуда? Город Барнаула, Тайский край. А мы с Якутией, у нас война. Вот как далеко. С Якутией недавно только нам сообщали. У меня книги вышли, они выписывать и хотят, и не знают, как получить. А что Вы можете сказать о нашей жизни? О нашей жизни, я говорю, только буду во свете Библии, называется. Как наш ресурс YouTube называется во свете Библии. Что жизнь без Бога всегда была никчемная, ненужная и лучше бы не родиться. И что сегодня делается, люди не знают ни истории, ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего. А будущее весьма плачевно. Вот сегодня много говорят... Знаете, у Вас голос похож, извините, что перебиваю, это, который, ТВ-3, как это, Вы смотрите телевизор? А что именно? ТВ-3 там, это, передача, типа, передача, как называется, там еще, тяська, помнишь? Не знаешь, типа, гадалки, что-то, типа, такого там, вот такое, что-то. Я не знаю. А у Вас жена дети? Я не знаю, о чем речь идет, о каком голосе, о какой передаче. А у Вас есть жена дети? Да не обо мне речь-то идет. Ну, жена есть, и дети дальше-то что? А теперь есть у меня корова, у меня есть и собака, кошка. Ну, так можно бесконечно. Это все ненужные вопросы. Человек, который тонет, ему только одно нужно. Может ли его кто-то вытащить? Здесь люди погибают во тьме, без Бога. И человек приходится к врачу, он не говорит, а у тебя жена есть или нет? К зубному врачу придите. Его интересует, может ли он вылечить? Мы пришли, чтобы людям рассказать о враче, о Христе Боге нашем, что Он умер за наши грехи. Все остальное не нужно. Можно день и ночь разговаривать, и все пустое. Слово Евангелия. Вот я только что сейчас считал, и опять буду считать. Евангелие от Лухи, 16 глава. Господь рассказывает людям, как жить. Какая притча, рассказ, есть толкование на это. Ничего нет. Даже с кем и заговоришь, и даже и те люди ничего не знают. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Милосердный. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Как будто ужас нападает на людей, когда видят молящегося. Готовые глаза из орбит вывалятся. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. И, Господи, коснись сердца каждого человека. Приведи его к покаянию, к истине. Ибо всякий, творящий блудодеяние, оскорбляющий храм тела своего, злословием, воровством, убийством, этот человек никогда не увидит Царствие Божие, а будет брошен в озеро, кипящее огнем и серое, где смерть вторая вместе с дьяволом. Открой истину Твою, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже наш. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Своё. Спаси нас, Господи, и помилуй. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Дух Святой да найдёт те души, которые могут принять Слово Истины Твоей. А богохульные уста да замкнутся. И вот на Тебя рука, Господи, чтоб Ты не совращал более. Так сказал апостол Павел Ереме Волхву. И напала на него тьма, как в этой рулетке. И он не знал, куда пойти, искал провожатого. Господи, Господи, Боже наш, слава Тебе. Это место мрака и разврата. Освети Словом Истины Твоей. Только Ты это можешь сделать, Господи. Ибо половина народа, мужчины раздетые, валяются, никому не нужные. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Мы славим Твое дивное имя. Ты сотворил землю, небо. И всё дал для человека, чтобы он славил Тебя. Великой красотой мира. И дал всё потребное. И всякую тварь покорил под ноги его. Слава Тебе. А человек всё испортил. И всё в погибельном состоянии. Осквернил землю, воды, воздух. Прости нас, Господи. Негодных рабов греха. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалтырь. Самопевец Давыд написал её три тысячи лет назад. Три тысячи лет назад. Псалом восемьдесят третий. Как вожделено жилище Твоих, Господи, сил. Истомилась душа моя, жилая во дворы Господни. Сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жильё. И ласточка гнездо себе, где положит птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоём. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе. И у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиной плаща, они открывают в ней источники. И дождь покрывает её благословением. Приходят от силы в силу. Являются перед Богом на сегодня. Господи, Божий, сил, услышь молитву мою. Внимли, Божий Яковлев. Боже, защитник наш, приникни и призрай на лицо помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желай лучше быть у порога в доме Божием, нежели в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть, солнце и щит. Господь даёт благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И всем к победе от Твоей любви, Господи. Что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да умолкнет всякий язык против Тебя говорящий что-либо. Будь милостив к нам, Господи. Слава Тебе! Аллилуйя! Дивны дела Твои, Господи. И даруй безопасность в транспорте людям. Не отпусти их из жизни без покаяния. Хвала Тебе! Добрый ангел да сохранит всех путешествующих для славы имени Своего. Чтобы люди обратились, покаялись и жили для Бога. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на казнь. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Аминь! Вы хотели что-то сказать? Нету я. Вы хотели что-то сказать? Подожди, дай мне человека слушать. А я... Подожди, говорят. А, здравствуйте. 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 Вы христиане, я вижу, вы верите. Мы православные христиане. Мы православные христиане. Все. Дальше этого не идет. Аллилуйя. Продолжение следует...